Вас не показываю, присяду, потому что я тоже не очень с коленками, дружок. Вопрос такой. Вот у вас стоят эти контейнеры. Я вижу, традиционных контейнеров у вас нет. Только эти, да? Вот. Почему? Нет. Извините, можно поближе сяду, да? Я знаю, что были. Я вижу, что их сейчас нет. Вот как вы к ним относитесь по удобству пользования, ну и вообще. Что вы можете сказать вот с этим ночью-французи? Ну, мне нравится, потому что оно под окнами стоит. Ну, а те стояли не под окнами? А те стояли там. Ну, это понятно. По месту расположения вопрос отпал. Это понятно, что нравится, когда там под окнами. А вообще по удобству пользования, по внешнему виду, как вы к ним относитесь, к этому носу? Ну, представьте, что они бы стояли там же, где старые. Что вы можете сказать на этот счет? Ну, это, конечно, лучше, чем у другие надземные. Прямоугольные. Чем? Потому что такого мусора не видно, что кидают сюда. Ну, вот я смотрю, сейчас как раз видно этот мусор. Так вы крупный мусор кинули. Вот такие люди, что приходят, которые здесь не живут. Нет, ну я так полагаю, что это просто крупный мусор. Привозят со всего города здесь машину, подъедут и выкидывают, кому не лень. Не, ну представьте, что у вас бы вот тоже так были провода, вот такие ящики. Вы бы бросили внутрь или вот так оставили снаружи? Здесь и доски бросают туда, в общем, кому что? Все, что угодно бросают внутрь. Понятно. Значит, с этим проблем нет, только из-за того, что приезжие, да? Местные так не делают, сами себе не будут галить, естественно. Понятно. Все ясно. Теперь вопрос такой, раз она у вас под окнами стоит, значит, вы все видите, все знаете, как их выгружают, когда и как часто их выгружают. Сейчас-то почти выгружают каждый день. Каждый день, да? Утро, вечер. А когда? Когда у них приняли страшное время. Когда-то, да? Вопрос следующий. Шума стало меньше с выгрузкой и вообще, ну вот, как вы считаете, по удобству выгрузки, по тем неприятностям жильцам своих русской вечности. Ну, когда на летом, когда вот, например, там, например, марбуды или что-то такое, вот, что-то у них так, и все, в другой раз вот поднимают. Игит, игит. Они-то поднимают? Игит, игит. Понятно. Такая неприятная, да? Ясно. Ясно. А вот... И муки летают. А вот я читал в интернете, что там магазуются городские, это муниципальные власти. Мы этих там изредка прочищающих... Вот когда поставили, один единственный раз, по-моему. А это когда было? Это когда? Это как только поставили. А когда это было? Года два-три? Больше двух лет. Да, больше. Да вы продвинутые, почти как Европа. Ну, если никто не моет один мешок, в одной стати разорванный полтается. Не меняют они эти мешки часто. Не меняют ничего, никто ничего не меняется. Ясно. Значит, почти каждый день вооруживают, да? Да. Или точно каждый день? Почти каждый день. Почти каждый день. Ясно. Большое спасибо вам за интервью. Ну вот, так мы ознакомились в Пушкине, с положением дел, с контейнерами. А мне нравится, что подобное будет? Ну, это понятно, это понятно. Тут я вам помочь всем не могу, я просто делаю по количеству этих контейнеров Пушкина и по удобству их эксплуатации. Это-то да, конечно. Ну, конечно, лучше, чем те, чем вот у рынка стоят там. Ну, вот мы услышали человека-ветерана, прожившего Пушкина, можно сказать, всю жизнь, наверное, да? Прошлись от Саперной по Павловскому шоссе до Оранжерейной улицы, посмотрели на все контейнеры, услышали мнение мужчин и женщин. И, в общем-то, сошлись на том, что контейнеры эти удобнее, нежели когда-то в этой вещи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, вот мы видим, как приезжие здесь набросали, местные так не делают, местные бросают туда все, как было сказано, и доски бросают, и все остальное. Ну, вот женщины, которые давали интервью, сидят там, как выглядит контейнер внутри и снаружи, видим здесь. Ну, вот то, что им не нравится, то, что хоть и вывозят каждый день, но все равно рваные контейнеры, и здесь из них вытекает летом арбузный сок и прочее. Ну, и моют. Один раз помыли, как поставили, и больше ничего здесь не моют. Вот такие неприятности сопряженные с помоюкой. Пойдем дальше. Спасибо. Продолжение следует...